В настоящее время «Газпром» планирует проектные работы по поиску вод в разрезе Кавыктинского месторождения. Она нужна разного качества и для различных нужд. Используется при бурении скважин, пожаротушении, в быту. На определенной стадии разработки месторождения вода закачивается под давлением в землю, чтобы вытеснить нефть. Разработки ученых Ирниту в этом направлении вызвали немалый интерес со стороны руководства предприятия. В основе проекта, предложенного университетом, комплекс ноу-хау, который позволяет в разы сократить как человеческие ресурсы, так и материальные при поиске глубинных вод. Во-первых, информацию можно собирать с привлечением аэровизуальных наблюдений. В этом помогают беспилотники, считывающие необходимые гидрогеологические маркеры, а потом обрабатываются с помощью новейших методик. Во-вторых, метод электромагнитного зондирования позволяет с помощью полученных данных с математической точностью определить место и глубину залежей руд, воды, нефти и газа. До выезда в поле, то есть до начала самых дорогих и тяжелых полевых работ, можно определить места бурения скважин. Можно определить их количество с достаточно неплохой степенью достоверности. Мы использовали здесь и архивные данные, и затем данные аэромагниторазведки, которые можно взять сейчас из интернета. Но вопрос, как их интерпретировать, это тоже авторская методика. Эти методики уже были опробованы и положительно себя зарекомендовали на Тымпучиканском и Игнялинском месторождениях на севере нашей области. Сейчас со стороны ВУЗа готовится пакет предложений, чтобы точнее понять точки соприкосновения возможного сотрудничества в будущем. Это можно и поддержкой назвать. На самом деле же у ВУЗов достаточно неровских, неокровских работ, которые они ведут, в том числе и самостоятельно, при поддержке федеральных органов власти. Поэтому, по большому счету, это их, наверное, встраивание в экономику, это коммерциализация результатов этих работ. Продолжение следует...